На два дня ядро Омского велотрека превратилось в поле для поединков юных участников первенства Сибирского федерального округа по тюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Пожалуй, одно из крупнейших спортсооружений города впервые приняло соревнования столь высокого уровня именно по этому виду борьбы. Здесь действительно есть все условия для того, чтобы видеть зрелищные поединки. Но это касается не только тюдо, это вообще наша основная площадка для проведения соревнований и по единоборствам, и по другим видам спорта, потому что, ну, наверное, это требование времени, чтобы спорт видели зрители. И это, в общем-то, непростая задача, с одной стороны, но когда есть условия, то это необходимо делать и предлагать именно такие возможности для проведения крупных соревнований. Подготовка и проведение таких мероприятий – это, ну, очень непросто, так скажем, да, но для нас, для Омска, это очень здорово, что на самом деле мы можем здесь выставить побольше спортсменов, чтобы они здесь выступили. Кто-то обрался опыта, кто-то, наоборот, ставит более высокие цели, быть призерами, даже победителями. Турнир собрал порядка 400 юных спортсменов из 11 регионов Сибири, поэтому борьба за лидерство во всех весовых категориях, как среди юношей, так и среди девушек, была жесточайшая. Проведение соревнований столь высокого ранга в Омске позволило нашим спортсменам попробовать свои силы и проявить себя на новом уровне. К сожалению, до призовых места мячам добраться не удалось, но поединки с более сильными соперниками помогли им разработать тактику, которая поможет подняться на пьедестал в следующий раз. Соперник попался довольно техничный, то есть и по технике, и по силе он хорош. Вот, конечно, не скажу, что слабее, но в этот раз по силам не затянулось. В пятерку я вошел, народа и так было много, думаю, неплохой результат все равно. В следующий раз, надеюсь, будет лучший результат. Явным лидером турнира по количеству медалей стала сборная Красноярского края, выигравшая 26 наград различного достоинства. В составе команды выступала и Наталья Ёлкина, совсем недавно ставшая чемпионкой мира в своей возрастной категории. Для нее первенство стало скорее тренировкой, но она отметила высокий уровень организации турнира. Очень организованный турнир, очень понравилось, хорошо, очень сделано. Как оцениваешь своих соперниц? Насколько они для тебя серьезные? Ну, как бы, не особо сложные, но все равно, как бы, уже на таком уровне, ну, вот сейчас, как округ, боишься там проиграть, что, как бы, ну, все равно, хорошие девочки. Победа здесь для спортсменов – это лишь первая ступень в сезоне. Теперь им предстоит подготовка к еще более сложным испытаниям – выступлению на первенстве страны.